Здравствуйте всем, про деньги. Есть проблемы в криптовалютах, про которые вы рассказали, и есть решения этих проблем, которые уже существуют. В частности, есть проект NextCoin. NextCoin – это биткоин 2.0, можно сказать. На основе NextCoin создается новая валюта под названием Либерманин. Либерманин – это первая обеспеченная криптовалюта. Чем она обеспечена? Реальным трудом людей. Как определить труд людей? Насколько он хороший, насколько он больше и меньше. Существует мнение, что по результату или по другим оценкам, по количеству часов затраченных больше. Я предлагаю делать на основе краудфандинга. То есть, когда определяется, во-первых, нужность того или иного проекта. В дальнейшем, после выполнения проекта, в голосовании определяется, насколько он хорошо вообще сделан. Таким образом, мы получаем первые обеспеченные деньги в современном мире. Для чего это нужно? Ну, вообще говоря, и в чем дело накопления вопросов, то есть, если существующие деньги не обеспечены, вычеркнутся в любое количество, то, естественно, желание иметь какую-то более надежную систему. Ну, и желательно, и зацентрализованную, чтобы ее могли бы быть. В общем, деньги появляются не из ниоткуда, то есть не из воздуха, а деньги появляются за реально выполненную работу. Поэтому мы говорим, что она обеспечена. Для кого она нужна? В первую очередь, это свободные художники, писатели, программисты, open-source программы, те, которые хотят разрабатывать свои продукты с помощью краудфандинга. Плюс краудсорсинг и плюс краудинвестинг. То есть, сюда все включается. Ну, принципы открытия, децентрализация, устойчивость и все то, что присуще самодельным системам. Инвестирование, накопление, фриланс и прочее. Так, как я сказал. Обмирник предполагается делать. Первоначальная миссия. То есть, откуда они вообще берутся в самом начале? На разработку системы, по моим оценкам, нужно примерно, редко миллион рублей. Поэтому первоначальный выпуск эмиссии будет миллион Либерман. Чтобы было проще считать, 1 Либерман равна 1 рубль. Команда у нас анонимная. Подробности на сайте Либерман не ком. Кстати говоря, недавно вышел первый релиз. Можно посмотреть на сайте Либерман не ком. Если есть вопросы, можно сейчас или попозже. Технический вопрос. Круфов стоит. Если говорить про фруфов вор. Круфов стоит. В общем, NextCoin. Почему это Bitcoin 2.0? Потому что у него отсутствует проблема с оттенением процентов. И отсутствует проблема больших вычислительных нагрузок. То есть там не нужно создавать большие даты. Начисление денег в NextCoin отсутствует. Заработок идет с комиссией транзакции. Блок генерирует тот, у кого больше денег в кошельке. И вообще управляет самый богатый. Не совсем. Потому что каждый управляет, но вероятно сгенерирует блок у самого богатого. То есть выгодно хранить деньги в кошельке, как банковский вклад. Вы делаете вклад, и деньги прибавляются. Если у человека 51% денег с СССР, то значит 51% вероятность, что у него... Да, 51% вероятность. Всегда может сгенерировать следующие. А, то есть там цензурируется. Нет, получается, что если этот не включил в свой блок транзакцию, то следующий включит эту транзакцию. Поэтому угрозы отсутствуют. Еще вопрос. Вы говорили о том, что он обеспечен людскими ресурсами. Но это совсем не так, потому что обеспеченные валюты, это валюты, которые можно обменять на реальный какой-то товар по фиксированной цене. Например, золотые какие-то облигации, которые можно обменять на 3 грамма золота. Это всегда вне зависимости от ручной цены. Но обменять на фиксированные людские ресурсы валюты нельзя делать. Есть обеспечение реальными ресурсами, есть активы, которые нематериальные. Вот скажем, сколько стоит разработка линукса, гидра? Это нефиксированный ресурс, который можно оценить. Почему нельзя оценить? Можно оценить, нельзя привязать его. Почему нельзя привязать? Потому что труд-программисты оценивают следующую стоимость, которые можно различать. Вот. И как оценить? Я предлагаю делать это с помощью краудфандинга. Во-первых, мы определяем стоимость разработки до разработки. Во-вторых, в конце определяем, насколько хорошо она выполнена. Если выполнена плохо, извините, никакой миссии нет. Кроме того, еще и вводится понятие репутации. То есть, если автор не выполняет своего обещания, собрал деньги и потерялся, то репутация у него исчезает. Кроме того, вводится понятие сообщества. Это чтобы избегать накруток и т.д. Я хотел бы сделать небольшое замечание. Может быть, это мое личное мнение. Я надеюсь, что его поддерживают. Очень большое внимание уделяется так называемой обеспеченности денег. Как там говорим о критерах полетах. То есть, о возможности... Причем, эта обеспеченность понимается по-разному. Часто по возможности обменять эти, как считают современные деньги, на какой-то товар или труд. Я не считаю, что вообще, в принципе, важно заострять на этом внимание. Деньги... Важно. Я считаю, что деньги нужно рассматривать... Это классический подход, он неправильно. Как обычный товар. Нет. Деньги – это отражение товара. Деньги не являются товаром. Запомните это. Это заблуждение, которое внедряется в мозги довольно долго. Это нормальная ситуация, потому что 99% людей, они, ну, собственно, как бы, живут, и все нормально. И за них это не нужно. Как внедрять будем? Внедрять? Да, буквально вчера Миньюз, по-моему, Минфин, как это... Внедрянный развитие было. Да, именно на развитие вы сказали, что... В интернете. Сопреки – сопрещенное. Дело в том, что, во-первых, выпуском на территории РФ мы не занимаемся. Мы занимаемся только в интернете. То есть, это только для свободных людей, для тех, которые создают нематериальные активы в интернете. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Друзья, в нашей стране был перерыв.